Выиграть? Сколько стремится выиграть? А для чего тогда выходить? Я спрашиваю твое мнение. Как тебе кажется? Может быть он вот... Может быть он все-таки вот вышел с намерением... Просто отстоять? Отстоять, скажем, первые там... Первые раунды, да. А потом перейти в атаку. Очень многие же. Не, ну может быть. Может это какая-то хитрость. Ну... Понимаешь, тут... Какая гарантия того, что он поддерживается эти 2-3 раунда? Может Тайсон его нужно завалить? Видишь, он... Вот снова клинч. Инициатором которого был Шмидт. Он право выходил сюда. Да, хорошо. В тот момент... Тайсон стоял правую ногу вперед. Там не хук, а швинг. Да, такой... Длинной, боковой, прямой рукой. Сильно расчечено. Да, расчечено небольшое. Тайсон сейчас... Забота о том, как будут... Как можно больше попадать в эту область. Ну, мне кажется, что Тайсон сейчас немного злится. Или много злится. Вот, потому что у него не получается. И то... Смидт все время вяжет, все время ограничивает. И все время держит его. Да. Не дает ему работать. Ну, это еще молодой Тайсон. Он более-менее держал себя в руках в таких случаях. Ну, в руках ты видел, как после первого, после второго раунда. Да, да, да. Ну, для Тайсона это значит держать себя в руках. Сейчас скользь попал справа. Смидт. А мне нравится настрой Смидта. Опа! Вот сейчас он... Идея была хорошая на удар снизу. Он знал, что Тайсон нырнет, но не попал. Не точно, точнее, попал. А идея была хорошая. Не успел. Да. Просчитал, просчитал, да. Просчитался. Сначала просчитал, но все равно просчитался. Верно маневр нашел, но не оценил скорость. Да, вот так вот. Вот на дистанции вот так вот надо работать ему. Он уже длинно хорошо бьет. Лево боковой бьет и снизу бьет. Ну, вот что. Вот ему надо наносить такие вот длинные удары. Он не успевает, так сказать, когда Тайсон атакует, он не успевает отойти. Да, разорвать дистанцию. Ну, скорости не хватает. Ну, прежде всего, скорости передвижения. Да, нет. На этот раз они, по-моему, решили не продолжать. Тогда еще не было такой ситуации. Известный комментатор Лэри Мерчин сказал, после одного из последних боев Тайсона, который закончился скандалом, по-моему, Шурленом Норрисом, когда он после гонки когда-то послал нокдаун. Потому что, вот, Лэри Мерчин сказал, что есть два набора правил. Один набор для Тайсона, другой для всех остальных. Вот. Потому что Тайсон не дисквалифицировал в том бою, когда он заслужил это. Тогда еще такой ситуации не было. Выражение лица у Шмита мне не нравится. Если бы я не знал исхода боя, я бы сказал, что он, наверное, скоро сдастся. Да. Но исход боя я знаю, он сдастся не скоро, вообще не сдастся. Ну, не надо говорить нашим зрителям, потому что они тоже надо хотят посмотреть, прежде всего, а не зная результата. Все-таки это новость 1987 года. Может быть, они уже и знают. Так они, может быть, забыли. А, ну да, будем исходить из этого. Так, ну, говори, у нас четвертый раунд. И все то же самое. Тайсон пытается, ничего не получается пока. Я имею в виду нанести жесткий удар такой, конкретный. Я могу что, забегая вперед? Не надо. Нет. Это уже потому, что было. В каждом доме, в какой себе. Да. После этого боя журнал «Спортс Элистрейлер» опубликовал целую серию фотографий, где вот они стоят, так сказать, в клинче, в разных позициях. И написал, что в этом бою было больше танцев, чем ударов. Ну, и уходит с ним. Все только уходит. Так, нечисто, задевает, цепляет его Тайсон. Ну вот. Вот попал. Попал. Попал, да. От души попал. Право прямой. Он эти удары интересов производит. Не готовит. Не готовит. Да. Он уже раз стоял, пробил и все. Никак. Такая взрывная. У него взрывной удар такой хороший, красивый. Не телеграфирует, так в Америке говорят. Ну, а вот опять клинчика, клинчика, передвижение. Да, в самом деле танцы, танцы на ремне. Они двигаются в паре. Вот и снова клинчика. Ну, а что бы ты бы советовал Тайсон в такой ситуации делать? Ну, как-то разрывать дистанцию. Разорвалась, снова тоже ворваться. Чего стоять там, выжидать, наносить удары. Надо делать шаг назад и сразу вперед. Повторные атаки такие. Ну, это было бы хорошо. То есть, оторваться от соперника. Ну, он не под... Ему, кстати, ставили эту звену после этого боя, что ни в полной мере он задел. Он привел ему разрывы дистанции. Или просто ему не надо, может, так певеть, чтобы так сломать человека. Он просто на дистанции. Может, попробовать на дистанции работать Тайсон. Он же хорошо уклоняется. Он хорошо ныряет. Он чувствует хорошо удары. Я имею в виду... Реакция на удары мне очень хорошая. Ну, да, да, да. Так вот, попробовать, может, на дистанции работать. Не обязательно же ломать. Иди ломать человека. Надо же поменять систему. Ну, мы с тобой говорили, вот... Огонь. 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 Мы говорили, что в это время Тайсон уже стал стопроцентом огрешенным. Да. Делал только одно. Шел и давил-то. Бульдозер. Никаких других приемов он не признавал. ... У меня есть, что ты не возьмешь его в голове? Огонь. Не спеши на тебя. Он только смотрит на один удар на меня. Он будет рассмотреть на него. Он будет рассмотреть на тебя. Ну, он... Он говорит, что... Он пытается просто поймать тебя на удар. Огонь. Одним ударом решить. По-моему, одним ударом решить пытается Тайсон. Час здесь. Здесь. В сторону. Здесь мы идем. Это раз... Мы выполнили пятый. Пятый раунд, да. Ну, опять вот, ничего не происходит. Мы тут даже с собой тоже отдохнули. Заскучали. А вот, видишь, качал маятник сейчас, и поэтому удар Смита не пришел. Не дошел. Не достиг цели. Да, он не заметил, а вот Тайсон больше качает маятник здесь, в этом бою, чем в некоторых предыдущих. Когда вот у него что-то не получается, он начинает... Он искать, он искать. Да, начинает искать, начинает вспоминать старое. Ну, разъярил его, смотри. Вот так вот, да? Не движется. Ага, пытался, пытался понять. Тайсон не реагирует, когда вот этот Смит, там, вот ходит вот по кругу, он же там, высмаркивается, там, например. А Тайсон даже не пользуется эти моменты, потому что они профессионалы вообще реагируют на каждую такую заминочку интересную. Они тут же врываются, врываются, в дистанции пробивая, да? Ну, что-то ждет он, наверное. Да, что-то выжидает. Ничего. Ну, Смит здоровый парень, так может уже мотать. Тайсон в этом бою весил 99, а Смит где-то килограмма 103. Ну, большой парень. Ну, видно, что он не устал, что он работает, ходит. Ну, такую работу он сильно-то не пропал. Вот, попался Тайсон, наконец-то. Да, но, там смотри, реакция такая у Смит. Почти никакой. Тайсон попал в челюсть. Держит удар хорошо. Держит хорошо, да. О, отлично. Правый удар, повторный. Повторный правый сбоку. Известно, из такого неудобного положения он пробил, где два удара. Умел. Умел, да. Он из таких положений интересно пробивает. Что и снизу, из самого неудобного положения. Он находится вблизи противника и вдруг неожиданно пробивает справа и снизу. И повторный еще. Вот это, в этом-то и заключается оригинальный Стайсон. Да, да. Вот это боковые удары вон, снизу удары. Ну, Смит, по-моему, уже вот как-то в этом... Ах! Вот только это, слышно, выживает. Вот, видишь, левый боковой нанес. Прямо, ну, последние секунды. Прямо, ну, последние секунды.